Здравствуйте, Сергей. Сегодня я приветствую зрителей телеканала «Просвещение». Мы расскажем вам о самых интересных новостях нашего ВУЗа. Биотехнологии творят чудеса. Как может измениться наша жизнь с развитием этой области? Какие проблемы обсуждались на международном форуме «Биоазия-2015» расскажем в следующем сюжете. Лучший способ предсказать будущее – это изобрести его. По таким девизам на Алтае проходит международный форум «Биоазия-2015». Участников ждет насыщенная программа, публичные лекции ученых с мировым именем, демонстрация новейших достижений в области биотехнологии, вторая биотехнологическая школа, международный симпозиум и многое другое. Биотехнологии – загадка для людей, не приобщенных к науке. Но любому человеку будет интересно, когда же изобретут вакцину от рака или ВИЧ. На этот и многие другие вопросы в рамках форума «Биоазия-2015» ответят ученые из разных стран мира. Россия, Америка, Китай, Новая Зеландия, Израиль. География этого масштабного мероприятия необычайно широка. Богатая на события программа стартовала торжественным открытием выставки инноваций. Ведь лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Открываем данное мероприятие выставкой, потому что это как раз возможность всем участникам познакомиться в рамках живого диалога, обсудить те проекты, которые они представляют на выставке, и, что называется, завязать те контакты, которые сделают восприятие выступлений на конференции уже более мотивированным, более целенаправленным, что, безусловно, даст тот эффект, который мы желаем от форума получить. А это контакт между теми, кто ведет исследования в области биотехнологии, тех, кто производит биотехнологическую продукцию, как в области фарма, так и в области агробиоиндустрии. Было представлено более 30 проектов, демонстрирующих наглядное применение биотехнологии в жизни. Здесь удобрения для роста растений, семена льна для добавления в пищу, напиток на основе закваски с бифидой и лактобактерией. В общем, все то, что пригодится в сельском хозяйстве и в повседневной жизни. Ученые Южно-Сибирского ботанического сада Алтайского государственного университета демонстрируют биопестицид с говорящим названием биотерминатор. А вот сибирский научно-исследовательский институт фароделия предлагает попробовать новые импортозамещающие сорта сыра, что весьма актуально на сегодняшний день. Наши новинки – это алтарелла, аналог моцареллы, причем мы представляем для два образца – для салата и для пиццы. И еще одна наша новинка – это маскарпоне – нежный сливочный сыр, который, ну, может быть, знаете, используется в тирамису. И вот мы свой импортозамещающий продукт тоже представили, как нашу научную разработку. Пожалуйста, угощайтесь, попробуйте. От созерцания инновационных проектов к обсуждению актуальных вопросов развития биотехнологий. Открытию симпозиума предшествовала пресс-конференция, на которой спикеры ответили на все волнующие вопросы, в том числе о задачах форума. Одна из главных – совместная работа России и других стран мира по современным направлениям биомедицины. Здесь нужно взаимодействовать, нужно общение, потому что только общение дает результат. Нужно делиться, так сказать, своими мыслями, нужно их оттачивать, их анализировать, их опробировать, их, так сказать, подвергать определенным, так сказать, критическим воздействиям. И вот симпозиум, конечно, это полигон для испытания научных проектов прежде всего. Работа Международной научной конференции биотехнологии и общества в 21 веке проходит по трём секциям – биомедицина и биоинженерия, промышленные и пищевые биотехнологии, сельскохозяйственные проблемы. Свои доклады представили учёные с мировым именем. Доктор медицины профессор Имин Кшау рассказал о вакцине против СПИДа, работа над которой ведётся уже более 10 лет. Александр Муравлёв, доктор департамента фармакологии университета Окленда, поведал о методах редактирования генома. А Стефан Джонстон, профессор университета штата Аризона, выступил с тремя лекциями. Помимо участия в симпозиуме, учёный из Соединённых Штатов приехал для работы с коллегами из российско-американского противоракового центра. Уже сейчас жители Барнаула могут пройти процедуру иммуносигнатуры и по капле крови установить предрасположенность к онкозаболеваниям. Впереди плодотворная совместная работа. К российской науке профессор относится с большим уважением. Я очень высоко оцениваю работу своих российских коллег. Мы здесь уже сотрудничаем. И получается, что мы выходим на новый, более широкий международный уровень, потому что сюда приехали люди из других стран, с которыми также осуществляется сотрудничество. Днём ранее в рамках форума стартовала вторая международная биотехнологическая школа рекомбинантные антитела и вакцины. В течение всей недели студенты, магистранты и молодые учёные будут прослушивать лекции, отправиться на экскурсии, а также займутся применением биотехнологии на практике. Дело в том, что в основном школы ограничиваются теорией. Организация практических занятий, это всегда очень сложно, потому что это оборудование, это специалисты, это расходные материалы. Мы при организации первой школы и второй школы как раз делаем упор на практику. Биоазия-2015 – знаковое событие и для Алтайского региона, и для России в целом. Классический госуниверситет смог наладить контакт с предприятиями и высшими учебными заведениями России и зарубежных стран. Но самое главное – совместные научные исследования и новые открытия в области биотехнологий – еще впереди. Юлия Сидорова, Лев Тюрин, учебная телерадиостудия. Охотно ли вы делитесь своими детскими фотографиями? На факультете массовых коммуникаций, филологии и политологии запустили машину времени. Теперь студенты узнают друг друга на фото-выставке из детства. На факультете массовых коммуникаций, филологии и политологии открылась настоящая машина времени. У Книговорота на четвертом этаже корпуса Д. Алтайского госуниверситета можно встретиться с детсадовцами и школьниками, работающими и обучающимися на нашем факультете. И все благодаря тому, что студенческая администрация ФМК ФАИП организовала фото-выставку детских фотографий «Узнай наших». Идея родилась совсем недавно, в августе. Мы решили перед началом учебного года создать такую милую, детскую, забавную фотоисторию нашего факультета. На самом деле, идея – это не новая, она просто в нашем исполнении получилась вот такой. Мы захотели сделать что-то семейное, такое трогательное. Принять участие в выставке мог любой желающий. Для этого было нужно передать свое самоочаровательное детское фото кому-либо из студенческой администрации факультета. Интересно, что больше всего активности проявили преподаватели. Здесь можно увидеть и декана факультета Сергея Анатольевича Монского, и заместителя декана по воспитательной работе Марию Сергеевну Наумову, и преподавателя немецкого языка Алексея Анатольевича Монского. Наверное, это потому, что чем дальше детство, тем больше хочется его вернуть. Я нахожу эту идею замечательной, интересной, необычной, очень прикольной. Да вообще, весьма забавно подходить и искать глазами среди этих фотографий своих коллег, узнавать их. А в следующем сюжете мы расскажем, как прошел второй азиатский студенческий форум на берегу озера Иссык-Коль. В течение четырех дней студенты из восьми стран обсуждали социальные, научные и спортивные темы. С 3 по 6 сентября на берегу прекрасного озера Иссык-Коль в Киргизской республике состоялось очень важное мероприятие не только для российского студенческого, но и для всего студенчества азиатского региона. Данное мероприятие называлось Азиатский студенческий форум Кыргызстан-Азия. Данный форум стал уже вторым. Первый форум проходил на территории Алтайского края, на базе Алтайского государственного университета и на территории Республики Алтай. Данный форум как раз позволил создать ассоциацию азиатских университетов и доброй традицией уже стал второй Азиатский студенческий форум. Очень важным событием, которое произошло в рамках Азиатского форума стал телемост, который связал Азиатский студенческий форум, Всероссийский студенческий форум, проходящий в то же самое время на базе Южного федерального университета в городе Ростове-на-Дону, и заседание Совета по русскому языку при правительстве Российской Федерации под председательством вице-премьера Ольги Голодец, которое проходило в рамках Восточного экономического форума в Владивостоке. Дело в том, что участники заседания Совета по русскому языку дали старт программе «Послы русского языка в мире», программе, участники которой проходили отбор на Всероссийском студенческом форуме для того, чтобы уже этой осенью поехать в азиатские страны, для того, чтобы продвигать образование на русском языке и русский язык в государствах в первую очередь Центральной и Южной Азии. Представители азиатских университетов, присутствующие на азиатском студенческом форуме, в своих выступлениях отметили важность этой программы, отметили готовность принять послов русского языка в мире. Азиатский студенческий форум поприветствовали министр образования Российской Федерации Дмитрий Викторович Ливанов и ректор Московского государственного университета Виктор Антонович Садовнич. Видно океан, у нас очень хорошая погода, температура воды 22 градуса, некоторые даже купались. Здорово! У нас также отличная погода, в Ростове-на-Дону лето. Конечно, для нас также крайне важно, что у нас на связи Иссык-Куль, где проходит сейчас азиатский форум. В целом, я бы хотел отметить, что вопросы, связанные с развитием культуры, языка, это важнейшие вопросы в жизни каждого народа. И вот сохранение культурных ценностей в значительной степени зависит и выживание, и развитие стран и государств. Добрый день, уважаемая Ольга Юрьевна, добрый день, Виктор Анатольевич, добрый день, уважаемый министр образования Российской Федерации, Второй Азиатский студенческий форум приветствует вас. И сегодня та тема, которая обсуждается на Всероссийском студенческом форуме, обсуждается на Совете по русскому языку, заседании Совета по русскому языку, очень важна для нас. По итогам Второго Азиатского студенческого форума разработано множество социальных студенческих проектов и студенты, принимавшие в форуме, студенты Азиатского региона надеются на скорейшее проведение Третьего Азиатского студенческого форума. Классический ВУЗ единственная площадка в Алтайском крае, где можно получить сертификат Microsoft IT Академии. Первым выпускникам вручили документы установленного образца, которые котируются IT-фирмами во всем мире. Обучение может позволить сотруднику получать зарплату в разы больше по сравнению с коллегами. На каждом сертификате написан уникальный номер, по которому выпускника Академии сможет идентифицировать работодатель. Но сдать экзамены, подтверждающие компетенцию специалиста, оказалось не так просто. Первые 10 человек, среди которых пока преподаватели и студенты АГУ, почувствовали это на себе. На данный момент ведется новый набор на обучение. Получить сертификат может любой желающий вне зависимости от возраста и места работы. Вообще мы ждем всех желающих, это и студентов Алтайского госуниверситета, и жителей края и столицы Барнаул, добро пожаловать, мы готовы обучать IT технологиям в Алтайском госуниверситете. Создавать красоту своими руками учат в классическом ВУЗе. На этой неделе любой желающий смог сделать цветочную композицию и освоить навыки флористики. Подробнее в нашем сюжете. Как жаль, что ничто не вечно, а красота тем более. Но эти цветы долго не увянут благодаря флористической губке, которая спрятана под фетром, бумагой, сеном. В качестве декора профессионалы могут использовать даже мешок из-под картошки. Впервые в Алтайском государственном университете прошел мастер-класс по составлению композиции из цветов. В аудитории собрались не только преподаватели и студенты, но и гости университета. В последнее время занятие флористикой стало популярным, отодвинув на второй план обычные букеты. Композицию может практически любой человек собрать. И очень хорошо, что у нас много природного материала. Даже в рамках магазина мы используем природный материал, специально выезжаем и заготавливаем. Поэтому это не составляет трудностей любому человеку. Главный секрет композиции флористическая губка. Она изготовлена из прессованных водорослей и отлично держит воду. Для начала новичкам советуют скопировать работу мастера, хотя, конечно, хочется пофантазировать самому. Ветки, зелень, ягоды, плоды это лишь малая часть, из которой можно творить и задать характер цветочному произведению. Избыто вкуса убивает вкус. Чтобы создать красивую композицию не обязательно быть профессиональным флористом. Необходимо иметь чувство стиля. Определиться с цветовой гаммой, подобрать рассмер, фактуру цветка. А это не так просто, как кажется. Кстати, здесь нет прихотливых роз, гербер или орхидей. Весь природный материал заимствован из ботанического сада. Закрывая дачный сезон, любой желающий может создать композицию на свой вкус. Это занятие имеет терапевтический эффект, расслабляя и даря хорошее настроение. В ботаническом саду у нас есть коллекции как декоративных растений, мы видели в композициях. Это вот у нас, например, как раз георгины. И есть дендрарий, откуда мы брали многие хвойные растения, представленные в композиции. То есть, это и дикорастущие растения, и культурные растения. Ну, в общем, все с ботанического сада, абсолютно. С магазином мы не покупали ничего. Авторы лучших работ могут посоревноваться в мастерстве. На первом этаже главного корпуса АГУ проходит 11-я выставка в рамках недели цветов «Тайна красоты». Жюри выберут самые оригинальные работы и 18 сентября подведут итоги конкурса. Возможно, в этом есть загадка. Даже когда цветы увянут, искусство останется жить. Это были самые главные новости Алтайского государственного университета. На этом я с вами прощаюсь и передаю вам слово, Сергей. Спасибо, Ирина. Продолжение следует...